Информационную картину дня дополнят новости спорта. В студии Лиам Года. Здравствуйте. Партнер программы спортивная школа «Нефтяник». Здесь работает профессиональный тренерский штаб. Из 18 наставников два заслуженные тренера Удмуртии. Спортивные направления на любой вкус. Всего открыто 8 отделений. Прием детей на бюджетной основе с 6-7 лет. В платные группы с 3-4 лет. Кроме того, в бассейне «Аквамарин» существует группа акваэробики и свободного плавания для взрослых. Группа «Мать и дитя». В Санкт-Петербурге на международном юношеском турнире по самбо среди команд городов-героев, городов воинской славы и федеральных округов России отлично выступил сарапульчанин Роман Желтов. В составе Приволжского округа выступал спортсмен в весе свыше 84 килограммов. Роман выиграл золотую медаль. И его включили в состав национальной команды для подготовки к переносу мира среди школьников, которая пройдет в Орле с 21 по 28 августа. Что в нем как бы подкупает, это в этом спортсмене, что он очень целеустремленный. То есть даже взять то, что он сюда по пятницам приезжал с города Сарапова на тренировки каждую пятницу, это уже о многом говорит об этом человеке. И вот действительно добился. Сначала выиграл первенство Приволжского федерального округа, попал в команду округа. И в Санкт-Петербурге на турнире победы на международном уже команда ПФО завоевала первое место. А в Оренбурге в это время завершился розыгрыш-наград Кубка Европы под Зюдо, где в составе сборной страны выступала ижевчанка Регина Арцебашева. В весовой категории до 70 килограммов она заняла пятое место. Общей командой в зачете российская команда стала победителем. На вторую и третью ступень педестала поднялись спортсмены из Казахстана и Белоруссии. Вновь выиграла награду и воткинская теннисистка Надежда Пушпышева. На этот раз на международном турнире среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Словении. В своем классе она стала второй, уступив золото итальянке Росси Геяда. Турнир Словения Open проходил в Лашково уже в 15-й раз. И в нем приняли участие 367 спортсменов из 44 стран. Продолжаем выпуск. Футболисты ижевского «Зенита» провели первую и в то же время последнюю домашнюю игру третьего круга перенства ПФЛ. На родном поле они принимали тольятинскую ладу. Удалось ли ижевчанам порадовать своих болельщиков? Сейчас расскажем. Распечатать ворота гостей игрокам «Зенита» удалось только под конец первого тайма. Автором гола стал воспитанник ижевской школы футбола Даниил Наговицын. Этот забитый мяч задал настрой игрокам «Зенита». И уже через пару минут Михаил Петров удвоил преимущество. А гости из Тольятти не смогли ничего противопоставить. Начали мы играть четко от обороны. В общем-то, может быть, и надо было с самого начала начинать активный футбол играть. Хотелось присмотреться к команде, как команда играет, как атакует. Поэтому первый тайм у нас не получился. Да и влиться во второй тайм успешно не удалось. Первыми снова атаковали футболисты «Зенита». Юрий Пугачев забил третий гол, а чуть позже он оформил дубль. Правда, гостям все же удалось размочить ворота ижевских футболистов. После 3-0 стали на удержание и, конечно, пропустили гол, который не должны были пропускать. Но потом вроде бы выровняли и заслуженно победили. Итог матча 4-1 в пользу ижевчан. Таким образом, счет на табло утвердил лидерство «Зенита» в личных встречах с «Ладой». Кстати, эта домашняя игра стала последней для нашей команды в рамках первенства ПФЛ. Следующий матч ижевчане проведут 16 мая в Ульяновске, где встретятся с местной «Волгой». Завершилось в Ижевске и национальное оперенство по спортивному ориентированию. Напомним, принимали участие в турнире более 500 атлетов из 37 регионов страны. Соревнования эти были отборочными. На мировой форум среди юниоров, юношеское оперенство Европы, юниорское оперенство мира и студенческий чемпионат планеты. Во-первых, нас радует погода. Несмотря на то, что приехали люди с юга, с Крыма, с Кубани, там у них 27, а здесь немножко холодно. Но солнце, дождя нет, все тепло. И те спортсмены, на которых мы надеялись, они, собственно говоря, и показали те хорошие результаты. Ижевчанка Виктория Бочкарева выиграла серебряную медаль. И ее включили в запасной на юниорское оперенство мира, которое пройдет в Венгрии в июле. А в муниципальном дворце спорта в это время прошел республиканский этап детской лиги плавания. Собралось в бассейне 30 команд практически со всех городов и многих сельских районов Удмуртии. На начальном же этапе приняли участие в соревнованиях около 3000 школьников 2-х и 3-х классов. И это рекорд. Победителем в итоге стали учащиеся 56-й Ижевской гимназии. Команды 32-й и 83-й школы заняли 2-е и 3-е места. Это была последняя информация нашего выпуска. До свидания.